Вот продолжая нашу тему Церкви жизни, истории Церкви Божьей на земле, здесь мы видим удивительный один факт. Вот человек, например, заболел, и человек начинает искать, кто его может вылечить. Он идет не только к врачам, идет к колдуньям, магам, чародеям, бабушкам. Он ищет, как ему исправить вот это. У человека нет детей, и человек делает то же самое. Что нам показывает церковная история и церковная жизнь? Люди, которые упоминаются в церкви, не обязательно как святые. Эти люди, когда у них что-то не происходило в жизни, что-то не получалось, они что-то не могли получить из того, что они ожидали, они это делали через Бога. Вот это очень важно. Не было детей, они просили Бога, дай Господи нам детей. У них не было здоровья, они просили у Бога прощения за свои грехи. Вот это очень важно. Поэтому как бы человечество состоит из двух частей. Одна часть людей, которые все живет точно так же на земле. Дышим одним воздухом. Но эти устраивают свою жизнь через, скажем, мирское что-то, мирские возможности. Для них главное тело – не болеть, не страдать. Все. Заболели, пошли к врачам, понимаете. Вот как в советское время нам говорили, вы ни о чем не волнуетесь. Вам не нужны никакие отпуска по беременности. Вам не нужны никакие отпуска по родам. Вы родили, мы сейчас возьмем ребеночка в ясли его, сейчас воспитаем, понимаете. Дальше детский сад, дальше школа. Вы только работайте. Вы должны, как муравьи, с утра до вечера работать. Черные субботы, черное воскресенье было. Названия-то какие, понимаете. Самое главное – работать, день и ночь работать. Бог не нужен, церковь не нужна, ничего. После этой жизни у вас ничего не будет. Все умрете, всех закопаем вас, всех, правителей, людей, ничего не будет. Жутко, жутко просто. Это просто страшно подумать даже. А вот вторая история, мы с вами сказали. Люди, которые живут с Богом. Даже в те времена в советские, мне пришлось встретить огромное количество простых людей, которые были настолько верны Богу, его церкви. Это немыслимо просто, просто немыслимо. Я встретил даже в те годы людей, которые до причастия 5-6 дней не вкушали пищи никакой. Вот так они относились к причастию. Они, может быть, немного имели книг, они, может быть, немного знали чего, но вера была непокрепима. Я всегда вспоминаю с добрым словом архиепископа Амросия, который мне говорил, знаешь, сейчас, говорит, я уже не вижу тех людей, которые были тогда, когда я служил когда-то в деревне, в Толпыгину он служил. И в этой деревне, когда я, говорит, был молодым иеромонахом, я видел удивительнейших людей. Они меня научили жизни и научили вере. Я помню всегда его слова вот эти. И он всегда меня утешал и говорил, ну что вы, отец Августин, ну отдохните, зачем вы столько времени тратите? Это уже другие люди совершенно. И он всегда как-то со скорби вспоминал тех, кто был тогда в этой деревне, где он был. И вот он этих людей с благодарностью вспоминал. И вот сегодня мы с вами видим, видите, и Аким, и Анна до последнего дня имеют отношение с Богом. Они не оскорбились, что нет детей. Они все время искали какой-то ответ. Нет, Господи, в чем же дело? Несли дары Богу. Какие-то покаянные несли молитвы, какое-то обращение к Богу. Господи, прости нас. Может быть, что-то мы не знаем, что-то мы совершили не так. И даже когда и Акима обидели, когда он был в храме, и первый священник, и один соблеменник его сказали, а ты-то что здесь делаешь? Ты что, не знаешь, что ты проклят у Бога? Ты проклят у Бога, потому что у тебя нет детей. И такая была обида на него, а он принес жертву за грехи рода своего. Не только свои, но и рода своего. Он не отошел от Бога, не огорчился на Бога, не обиделся на Бога. И когда уже эти люди, первый священник и соплеменник, его при всем честном народе вот так унизили, даже в этот момент он уходит уже не к жене своей, ему стыдно своей жене смотреть в глаза. Он считает, что он виноват во всем. Он уходит туда, где животные, животные. Он с ними находится, где пастухи пасут его стада. И что он делает? Я сегодня в 5 часов утра проснулся, еще раз это перечитываю. Он сказал себе, 40 дней, господи, не буду вообще вкушать пищу. И пить не буду ничего. Лучше умру. Такая скольпь у него была вот за то, что у него не было детей. И он вину на себе чувствовал. Вы знаете, вот это очень важная тема. Я вспоминаю детство свое, вспоминаю юность. Если мать говорила, придет вечером отец, я скажу отцу, как ты себя вел. Для меня это было такое вообще, это самое страшное, что могло быть. Ну что самое страшное для меня было? Огорчить отца. Я так любил своего отца и мать, особенно отца. Для меня просто огорчить его, это невозможно было. И тогда я начинал уговаривать мать, мама, только мамочка, только отцу ничего не говори. Мне так хотелось отца порадовать. Не обидеться на отца, а чтоб не огорчить его отца. Что такое страх Божий? Что такое страх Божий? Как дар у человека. Страх Божий означает, мы трясемся, боимся, как бы Бога не огорчить. Вот что такое страх. А не то, что мы трясемся, вот перед Богом, сейчас Он нас всех здесь пожжет, понимаете. Как не огорчить Бога, как не огорчить мамочку, как не огорчить папочку, как дедушку не огорчить. И вдруг сегодня говорит, вот я не могу простить свою сестру, я не могу простить свою мать, я не могу простить отца. Как это понять? Как понять? Вот именно на примере Иакима и Анны мы здесь видим вот это. И даже когда я вам говорил о том, что когда она вышла в сад, она в сад вышла, Анна, потому что она узнала о том, как тяжело было ее мужа, ей сказали уже, что твой муж при всем честном народе был унижен, вот первосвященником, оскорблен соплеменником. и она говорила, господи, я, наверное, виноват, это я, не он, это я виновата, что нет детей. И она вышла в сад, увидела, в это время весна была, и она увидела гнездо, гнездо увидела птички, а там маленькие птенцы. и она сказала, господи, ты даже этим птенцам дал, этой птичке дал птенцов, а мне нет ребенка, нет. Это что такое? Это же не мысливо просто. Вот это нам, вот этому нужно. Авраам этот ждал до 100 лет, он все равно продолжал верить Богу, он продолжал верить до 100 лет. Это просто потрясающе. Поэтому мы видим с вами, вот у нас в первый момент нет решимости вот этой, нет решимости служить Богу, нет решимости. Мы такие, знаете, вот, лукавые, нашим, вашим, понимаете. Где удобнее? И второй момент, вот это какой-то нет внутренней уже чистоты. Видимо, все-таки вот эти четыре поколения, которые до нас жили при советской власти, здесь что-то попортилось, попортилось уже. Уже были большие изменения уже. Потому что советская власть всех людей прогнала через что? Как через огонь прогнала. Все отравились, понимаете. Иконы не имеешь права иметь дома. Не имеешь права Библию иметь дома. Не имеешь права Евангелие дома иметь. Никаких крестиков не носить. Ко мне приходят люди, рыдают и плачут, вспоминая школу, говорят, как срывали с нас кресты эти, понимаете. Как следили, чтобы они не пошли в храм. Это удивительно. А здесь, смотрите, здесь старобрядцы были. Здесь такое место удивительное. Такая верность Богу была. А как в школу? А в школу нужно идти обязательно. То есть для нас важно получить какой-то урок, пример какой-то получить. Вот будут события какие-то в жизни, в этой, понимаете. Мы же знаем, что придет Антихрист. Войны будут мировые. Когда не будет еды, не будет, мы знаем, все мы пройдем с вами. Устоим ли мы? Удержимся ли мы? Как нам сейчас комфортно? Никто нас не трогает. Мужья разрешают ходить в храм. Как хорошо. Уже есть и разрешают вам ходить в храм. Не мешают. Благодарите Бога. Все, благодарите, больше ничего не надо. Этого достаточно уже. Поэтому на сегодняшний день на нас своя ноша. У нас у каждого своя ноша сегодня. Нам нужно вымолить наших родных, которые ушли без покаяния. 45 лет Ксения Блаженна вымаливала своего убогого мужа, который внезапно умер, без покаяния ушел. А пил в царском хоре, пил. И вдруг, не имея детей, не имея ничего, вдруг раз умер. Она 45 лет его вымаливала. Стала сама святой, понимаете. И на сегодняшний день мы знаем, что со всех концов земли к ней обращаются люди. 17 лет блудила Мария Египетская. 17 лет блудила. Она же не просила кого-то, чтобы за нее помолились. 17 лет бесы били ее, чтобы она вернулась опять к этому блуду, к винопитию. И она несчастная, бедная, в этой пустыне, понимаете. И ни пищи никакой, ни одежды никакой нет. И сказано, что отходили бесы только тогда, когда она складывала руки крестом, тогда от нее отходили они. Через 17 лет стала спокойнее. А всего она провела в подвиге 47 лет. Поэтому мы очень легко относимся к понятию греха. Мы очень легко к этому относимся. Очень просто. Считаю, что профессиональная деятельность, самое главное, и должна быть на первом месте. Нет, не на первом месте. У нас не получится и профессиональная деятельность. У нас ничего не получится. И мы отечество потеряем. Сегодня мы видим, сколько предателей. Даже людей, которые занимают большие посты. Они ради денег уже продадут все на свете, понимаете. Их Бог деньги. А для чего нужны деньги? Для того, чтобы набить чрево наше. Чрево набить. Жена одного министра поехала за границу. Сразу привезла 32 пары туфлей. Когда она их переносит? Из одной поездки только. Поэтому на сегодняшний день для нас такой пример, вот, и Аким, и Анна. Такой пример. Такой пример Захария и Елизавета. Такой пример для нас. Авраам и Сара пример какой для нас. Вот, когда мы погружаемся в Священное Писание, тогда мы там для себя находим эти примеры. Когда мы читаем «Жития святых», «Жития святых» читаем, мы находим примеры из жизни реальных людей, которые достигли святости. Это очень важно. Есть одна печальная такая, печальный такой момент. Люди читают Серафима Саровского и хотят быть, как Серафим Саровский. Не надо этого делать. Мы ослепнем. Не надо этого делать. Иначе ослепнем. Это солнце, понимаете, такое солнце, что мы ослепнем просто. И этот подвиг кто из нас может пройти? Поэтому нужно делать свое дело на своем месте. Это очень важный момент. Вот куда мы приставлены, к какому месту, там и делать свое дело. Я всех женщин, девушек, всех вас, я умоляю вас просто, почитайте жизнь Иулянии. Такая святая была Иуляния, под Муром жила. Понимаете? Почитайте ее жизнь. Она с самого детства, с двух-трех лет уже мечтала быть, хотела быть монахиней, хотела быть монахиней. Все, она хотела быть только монахиней. Но родители ее совсем в маленьком возрасте благословили ступить в брак. Она не стала против родителей. Она родила 13 детей. Но каждый раз она мужу говорила, давай прекратим отношения. Он говорит, нет, будем продолжать. 13 детей она, Иуляния Лазаревская. Я был на перенесении ее мощей, я был потрясен на ее житию. И владыка Евлогий, митрополит Евлогий, когда мы вечером были на трапезе, он даже сказал, мы сидели рядом, он сказал, я думаю, что Иуляния даже выше, чем Петр Февроний. Она была такая молитвенница, это немыслимо. Она сумела так поставить дело, что муж ее тоже стал святым. И трое детей ее стали святыми. Это что такое за жизнь? Как нужно было нашему царю Николаю Второму и царице Александре, и императрице, воспитать детей своих, что они не оставили своих родителей, а с ними вместе ушли из жизни. Через мученическую, страшную, унизительную кончину. Поэтому надо, пока мы живые, еще учиться, успевать учиться и учиться нужно. Но нужно еще что-то исполнять. Господь не говорит, идите поисповедуйтесь. Он нам не говорит, Он говорит, идите покайтесь. Но есть ли у нас покаяние? Поэтому я прошу вас, будьте внимательны. Вот смотрите, когда-то мне пришлось исповедовать человека, и сегодня я перебираю записочки. Давно мне пришлось исповедовать одного человека. И вот я сегодня перебирал, перебирал записочки. Думаю, что-то вам надо рассказать, показать. Я нашел сегодня такую вот одну записочку. Вот посмотрите, пример каждого из нас исповеди. Я не помню, кто это, женщина была, мужчина исповедовался. Но это было очень давно. И вот тот человек, который исповедовался, говорит, смотрите, вот, говорит, у меня гордость, осуждение. Блудные помыслы, говорит, гнев, непочтение, неблагоговение, зависть, лукавство, тщеславие, самооправдание, превозношение. И дальше говорит, нет молитвы. Смотрите, все есть. Нет молитвы. Но мы добавляем, нет молитвы Богу. Нет беседы с Богом. А он же не может получить благодать Святаго Духа, если он с Богом не общается. Значит, нет молитвы, нет благодати Святаго Духа. Если мы с вами в темноте находимся, в темной комнате, нет света, но мы же ничего не видим, мы слепые. Почему, откуда взялись вот эти гордости, осуждения, блудные помыслы, гнев, непочтение? Нет благодати Святаго Духа, которая могла бы это покрыть. У человека болезнь, страшная болезнь. В моей жизни был пример, когда один знакомый мне, очень близкий человек, заболел раком, раком заболел. А он был некрещеный даже. А я был еще молодой совсем человек. Я пришел в церковь, горячий был такой в церкви, горячий такой был. Я был церковный человек. Я не был священником, не был монахом еще. И вдруг я узнаю, вот этот человек заболел онкологией. Я приехал в больницу, приехал в больницу. Нашел врача, который вот ведет его. И он сказал мне, вы знаете, вы кто? Я говорю, вот я знакомый. Ну, хорошо, что не родственники. Я, говорит, вам скажу. Мы его разрезали, говорит, вчера. Сделали операцию. Он весь, весь в метастазах. И зашили его. Мы даже не стали ничего делать. Он весь в метастазах. А человек был негодный, совершенно негодный. Писал доносы на всех. Понимаете, он такой вообще был человек, такой нехороший был человек. Против Бога, частушки пел, чего только он не делал. Против Божьей Матери всегда. Все. И мне сказали, говорит, он поживет еще 2-3 месяца и умрет. И вы знаете, когда я вышел, мне так его стало жаль. Я сказал, Господи, забери мою жизнь. Ну, зачем мне нужна моя жизнь? Забери, Господи, пусть он поживет еще. Мне так его жаль было этого человека. И вы знаете, у него все прошло. У него вообще никаких метастазов не стало. И я еще вот как-то тяну лямку, пока не выковывают ямку. Вот. И он все пошел проверяться через год. А говорит, у вас ничего нет, говорит, вы все чисто. И я все-таки довел до того, что он покрестился, этот человек. Покрестился. Я отвез его к духовнику своему близкому. И он его покрестил. А потом он пошел и написал мне донос, что я хожу в церковь, что я верующий. А это были годы 80-е, понимаете. И у него вернулся опять рак назад. И он скоро времени ушел в жизнь. Все вернулось назад. То есть благодать покрывала его. Все было хорошо. Понимаете. А здесь, пожалуйста, совершилось. Все вернулось назад. Поэтому благодать Святого Духа, я вам прочитал сейчас, у человека вот это, вот это. Все есть, а молитвы нет. Молитвы нет. Нет, может быть, покаяния большого. Нет молитвы. Еще что у него, у этого человека, вот который он показал записку. Еще он, там написано, осуждает. Осуждает. Он осуждает, вместо того, чтобы служить людям, чтобы помогать. А в это время ни молитвы нет, ничего нет. Как понять? Вот это пример просто. Для каждого из нас пример. Как хорошо солнце светит. Ну, что этот свет, он уже потерял смысл. А солнце, смотрите, как чудо какое-то, понимаете. Какая сила. И когда нет солнца, мы зажигаем эти вот, понимаете, электричество это, понимаете, лампу Ильича, лампочку Ильича. Ну, что это такое, понимаете. Нужно очки одевать, чтобы найти иголку, там еще что-то упадет. Поэтому я умоляю и прошу вас. Сколько есть возможностей, читайте Жития Святых. Сколько есть возможностей. Вот открывайте просто Библию на любой странице, и вы столько получите. Евангелие откройте и читайте. Читается, не отрывайтесь, читайте. Может быть, за день вы прочитаете все Евангелие. Серафим Саровский за неделю прочитывал все Евангелие. Снова начинал. И снова. Он говорил, мы должны плавать в Евангелии. Мы как будто в море должны плавать. Так хорошо его знаем. И самое главное, как приходит, чтобы не приходили мысли никакие, не приходили мысли. Все время молитесь. Читайте «Отче наш», читайте «День и ночь, отче наш». Читайте «Богородица». Что знаете, тут читайте. Читайте «Живые помощи Вышнего». Что знаете. Любую молитву. Лишь бы быть с Богом. Лишь бы Господь был с нами. Молитесь, да не внидите в напасть, Господь сказал. Как только нет в нас Бога, в нас нет Бога. Нет памяти о Нем. Все. У нас тут же бесы в нас входят. Потому что места пусто не бывает. Тут же они появляются. И они что нам первые дают? Первые дают дурные мысли. Мысли. Это такое, это такое. И пошло. Иногда мы начинаем верить этим мыслям. Попадаемся на удочку. Стоп, опять осудили кого-то. Только вчера исповедовались, а сегодня опять совершили. Я умоляю вас помнить о самом главном. Вот эта жизнь наша, это такая великая тайна. Никто не знает, что у нас происходит внутри. Это внутренний мир рождается заново. Смотрите, все наше образование настроено на внешнюю деятельность. Мы сейчас будем заниматься профессиональной деятельностью. Сейчас я буду печь блины. Сейчас буду я повар. Я буду сейчас дворник. Внешняя деятельность. А когда человек приходит в церковь, внутренний мир его начинает развиваться. Кто может нас осудить? Кто может заглянуть в наш внутренний мир? Когда мы с вами молимся, когда читаем священное писание. Кто может сегодня заглянуть в нас, о чем мы думаем, когда стоим на службе? Мы вспоминаем родных своих, близких, умерших, живущих сегодня. Это особый мир, особая жизнь. Если бы каждый человек на земле прошел через это, люди бы не захотели не воевать, не захотели бы не делить вещи, ничего, все отдавали бы. Это очень важно. Потому что, когда в нас будет Дух Божий, Дух Божий, у нас совсем будет другой тип личности. Мы будем совершенно другими. Поэтому сегодня нам много нужно осознать, много нужно понять. Вот поэтому я сегодня еще раз прошу у вас прощения. Почему так много говорю? Почему так долго говорю? Потому что, а вдруг сегодня последний день моей жизни? Вдруг завтра я уже не буду живым? Я приду к Господу и буду сожалеть все время. Будет плач и скрежет зубов. Но что же я им не сказал вот это? Поэтому каждый раз, что я за ночь научусь чему, что пойму, все прихожу вам рассказываю. Вот. А вы мне уже такие родные и близкие, что вы еще меня слушаете. Вот. Я не думаю, что слышите что-нибудь, но слушайте. И смотрите еще на меня, хоть и не видите ничего. Поэтому я думаю, что очень хорошо, что мы здесь оказались в этом месте, в это время. Удивительном месте. Здесь и Александр Невский был, и брат его, и кого здесь, и Юрий Долгорукий, кого здесь только не было. И вот мы с вами тоже оказались на этом месте. Поэтому я умоляю вас, будьте радостны, в первую очередь от того, чтобы мы пришли в церковь. Может быть, даже здесь мы столько скорбей будем иметь в своей жизни, столько скорбей. Но мы знаем, что это за скорби. Это другие скорби. Это не те скорби. Вынесла бы Анна, которая стоит сейчас впереди, вынесла бы она утрату своего внука. Вот внук, маленький ребенок, отрок, ушел из жизни. Вот, недавно. Вынесла бы она. Вынес бы ее муж Валерий. Да, конечно, нет. Как можно вынести это? Она вчера мне говорит, Владыка, так вас благодарю, так благодарю вас. Потому что она уже все пережила это время. Все, они пережили это. И каждый из нас пришел сюда столько скорбей, столько всего. Но это уже наши скорби, мы знаем. Но я умоляю вас, разрешайте это через Бога. И если ей что-то, обязательно была какая-то причина. И мы с Анной знаем, какая причина была, что Господь забрал ее внука. Мы знаем с ней, почему это было. Мы хорошо знаем, и муж ее знает Анны, почему это совершилось. Но если бы мы в церковь не пришли, мы не знали бы этого. Мы не смогли бы ответить на этот вопрос. Поэтому не ищите причин вовне. Не ищите причин вовне. Ищите причины в себе. Вы знаете, самая большая скорбь, какая бывает для меня, человека, который много исповедует. Приводит детей своих. Приводит детей матери, например. И говорит, смотрите, вот ребенок болен. Но что делать, ребенок болен. Вот прописали ребенку сейчас лекарства. А лекарства страшные, понимаете. Такие страшные. Сейчас беспощадные дают лекарства, понимаете. Всякие депрессанты дают. Мощные, сильные. Такие просто, понимаете. Да, я говорю, знаете, давайте по-другому поведем себя. Давайте я вас поисповедую, с вами побеседую. Начинаю исповедовать человека, а там катастрофа просто. Я говорю, вы теперь видите, что ваш ребенок, это вы родили такого больного ребенка. Это на ребенка пошли все ваши грехи. И человек начинает все понимать. Смотрите, сколько людей сегодня залечили. Сколько людей то на лекарства этих пьют, то и на химии этой. Сколько этих органов вырезали у людей уже. Сколько их вырезали у людей. И никого не спрашивают. А может быть, вы грешны. Может быть, вы нарушили заповеди Бога, закон Бога. Никого не спрашивают об этом. Эти же люди, которые лежат в больницах, у них курилки есть. Они идут, курят, понимаете. Все точно так же. Ругаются, анекдоты рассказывают нехорошие. Все то же самое. И опять идут лечиться. Это что за больница? Поэтому это помощь временная. Временная помощь. Я умоляю вас помнить вот об этом. Потому что что мы посеяли, то мы и пожинаем. Спасибо вас всех, Господь. И еще напомнить хочу. Когда священник заканчивает службу, и когда читает последнюю молитву, последнюю молитву уже, все читает. Кто вспоминается? И вспоминается Бога Отец, и Аким, и Анна. Какое они вошли, в какую вообще святая святых вошли, в последнюю молитву, и Аким, и Анна вошли. Божья Матерь, конечно, вспоминается. Тот святой, чья была служба, Иоанн Златоустый, или Василий Великий. И вспоминается и Аким, святых и праведных, Бога Отец, и Акима, и Анны. Замечательно. Так что, Анна, желаем тебе всего наилучшего, утешиться. И всех вам желаю всего наилучшего. Всегда обращайтесь к Божьей Матери. Говорят, нужно до обеда 150 раз почитать молитву Божьей Матери, Богородице, Деву, радуйся. И тогда Божья Матерь будет целый день вам помогать и покрывать вас своим амфором. Спасибо Господь.